Добрый вечер всем, 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 всем полуночника и полуночницам, всем тем, кто выбрал волну радио «Русская служба новостей» в Москве и других городах, всем тем, кто собирается посвятить какое-то время пребыванию в нашей компании до и после полуночи. В прямом эфире вас приветствуют музыкальные тяжеловесы в востребованной на сегодняшний день конфигурации в виде стоящего тандема в составе властителя звука Олега Васильева и творца сюжетов Алексея Кашпура. Хочется надеяться, что уходящие субботы и предстоящие воскресенья подарят вам несколько радостных минут, и нам будет очень приятно, если наши старания помогут вам в этом. Сценарий непрост. Говорить буду медленно. Запоминайте. Оставшиеся минуты до полуночи по вашим просьбам мы посвятим Валентине Толкуновой. К нам в гости уже второй раз приходит радиожурналист Марина Арвели. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень вам благодарен. И может в качестве преамбулы краткое содержание первой части. Да, это был цикл из пяти часовых программ, которые мы сделали вместе с Валентиной Васильевной. Цикл программы о ее творчестве. Это было сделано в период с сентября по апрель, с сентября 2008 по апрель 2009 года. Валентина Васильевна прекрасный рассказчик. Рука режиссера монтажа этих программ не коснулась. Много биографических данных и в чем уникальность этого цикла. По сути, Валентина Васильевна выступала в роли режиссера. Она просила подобрать песни в строго определенном порядке. И всю канву программы тщательно согласовывали. Для нее это было принципиально. Поэтому песни в программе идут именно в том порядке, в котором хотелось Валентине Васильевне. Она с уважением относилась к большим авторам своих песен. Она помнила всех композиторов, поэтов, по имени, отчеству, кто в каком городе живет, передавала им приветы, не прерывала связь с этими людьми. И мы сейчас дозвонимся к композитору, который с Валентиной Васильевной сотрудничал, народный артист России, композитор Александр Георгиевич Флерковский, который написал песню «Радуга» на слова Михаила Танеча. Известная песня. Да. Это Шлягер был. Да, да. Прекрасные слова Михаила Танеча. Вот вы не помните, кто-то исполнил еще эту песню? Я не помню. Вот, по-моему, все-таки Эдита Пьеха еще было такое время. Но все равно это был Шлягер Толкуновый. Толкуновый, конечно. Да, да. Вот я его помню. Ну, давайте мы позвоним попозже Александру Флерковскому, а сейчас мы давайте все-таки начнем с песни. Давайте, давайте. Вернее, это даже романс Евгения Крылатова «Вы вспомните меня». И именно вот под этот романс в театре эстрады прощались с Валентиной Толкуновой. Вы вспомните меня когда-нибудь, но поздно, Когда в своих степях далеко буду я, Когда надолго мы, навеки будем розны, Тогда поймете вы, и вспомните меня. Проехав иногда преддомом опустелый, Где вас всегда встречал радушный мой привет, Вы грустно спросите, так здесь ее уж нет, И, мимо проходя, махнув султаном белым, Вы вспомните меня, Вы вспомните меня. Вы вспомните меня не раз, когда другая Кокетством хитрым вас коварно увлечет, И, не любя, в любви вас сложно уверяя, Тщеславие своему вас коварно увлечет. Тщеславие своему вас в жертву принесет, Когда ее уста на клятвы торопатые, Обеты льстивые вам станут расточать, Чтоб скоро бросить вас и нагло смеять. С ней сердце первый цвет утратив без возврата. Вы вспомните меня, вы вспомните меня, Когда из боли Бог полюбить иную, Усердную рабу всех мелочных сует, С полсердцем лишь в груди, С полудушой такую, Каких их создает себе в угоду свет. И это существо вас на беду полюбит, С жемчужиною серебой и с перстнем наравне, И вам в любви узнать даст горесть огне, И вас бесстрастно измучит и погонит. Вы вспомните меня, вы вспомните меня. Вы вспомните меня, Вы вспомните меня. Я напомню нашим слушателям, что наша сегодняшняя программа до полуночи посвящена Валентине Толкуновой и у нас в гостях радиожурналист Марина Арвели, которая сделала с Валентиной Толкуновой целую серию программ. И мы вот по сюжетам этой серии и встречаемся. Марина, ну начнем с дискографии, потому что я вот целенаправленно не искал до какой-то поры диски Валентины Толкуновой, потому что я их не встречал, так бы я их купил. А когда меня уже слушатели усиленно попросили, я пошел искать целенаправленно, практически ничего не нашел. Сказали, выходило давно, что-то там это, но сейчас, говорит, нет ничего, нету. И вот в одном киоске где-то завалялось. Одну я нашел пластиночку. Вы знаете, Алексей, она на эту тему особо не заморачивалась никогда. Этим так вот глобально она не занималась. Для нее самое главное это были концерты, встречи с ее слушателями, со зрителями, с поклонниками, она этим жила. Дискография, ну, наверное, для певицы ее уровня, она, наверное, небольшая. Ну, если кто-то вот из меломанов, может быть, кого интересует. 1972 год был диск, пластинка стою на полустаночке. Это большой диск? Гигант он был или нет? Или миньончик? 1973, во всем мне хочется дойти до самой сути. 1974, «Пушинка белая» и в этом же году второй диск «Год любви». Плодотворно довольно-таки она в 1974 году поработалась. 1975 год комсомолу посвящается, но в то время без этого никак. Это сборник или нет? Это пластинка. Название похоже на сборник. Она, конечно, песен лозунгов не исполняла, но это были песни той эпохи, без них никак. Но надо было смягчить пафосные песни. Да. 1977 год «Носики курносики» это вот что касается 70-х. В 80-м году было поменьше, то есть здесь уже еще больше был упор на, конечно, концертную деятельность. «Диалог у новогодней елки», «Если б не было войны», двойной альбом. Кстати, вот когда была наша последняя встреча с Валентиной Васильевной в апреле 2009 года, это была ее мечта переиздать на компакте, вот если б не было войны. Ну вот видите, не знаю, может быть, кто-то сделает. Нет, у меня есть «Если б не было войны» на компакте. На компакт-деск? Да. Это была первая песня в нашей с Олегом программе 9-го мая, ночь 9-го мая. Нет, там только одна Толкунова. Только одна Толкунова. Двойной ее альбом. Хотите, давайте послушаем? Хорошо, хорошо. Когда у нас 80-е будет, мы не будем нарушать наш порядок. Потом был еще интересный двойной альбом в 1986 году, «Женская тема», он так и назывался, «Разговор с женщиной». Ну это мы все о виниле говорим. Да. 89-й год Сережа, 1992-й, 45-й, 95-й я не могу иначе. Вот это уже, может быть, компакт появляется. Да, 97-й я деревенская и второй в 97-м году «Сон трава». В 2002-м мой придуманный мужчина. Что это было еще? Вот я не могу иначе, это мелодия выпустила. В каком году? 95-е. Наверное, да, 95-й год. Да, да, 95-й год. Там хиты 70-х. Ну очень странно, вот они, мелодия вообще странная, фирма, они написали, лучшие песни, выпуск 1-й. Второго выпуска нету. Потом, конечно же, кроме дисков, Валентина Васильевна озвучивала мультфильмы. Помните, такой в порту мультик? Угу. А в кино? Это тоже 75-й год. Потом, конечно же, зима в Простоквашино. Как бы не было зимы, по-моему, это Евгения Крылатова. Там музыка, да? Заставка передачи Спокойной ночи, малыши. Ну об этом мы попозже поговорим. Да, песни спят усталые игрушки. Но мы в следующем части, наверное, к этому вернемся. Здесь очень такая интересная история. В кино было таких несколько ролей, как певица в ресторане. В 73-м году Мосфильмовский Черный принц. Неужели мы заперты в замкнутый круг? Это была песня Высоцкого. Потом, в этом же году был еще один фильм, это Сильнее меня, тоже певица в ресторане. Такой песни не знаю Высоцкого. Может быть, это первые строчки, может быть, она каким-то одним словом называется. У меня есть консультант по Высоцкому, который еще знает. Надо уточнить, да. Так вот, второй раз, когда в роли певицы в ресторане, это Сильнее меня был такой фильм. Он был довольно популярный, в кинотеатрах очень много шел. И песни прекрасные. Мы в прошлый раз, по-моему, слушали такие старые слова. Да, да, да. Потом еще была лирическая песня в сериале «Следствие ведут знатоки». Тогда это в «Диковину» было, это была восьмая серия, «Побег», это был 73-й год. И лирическая песня, сейчас не помню какая, но была в этом сериале. «Черно-белая» еще была серия, наверное. «Черно-белая» серия. Не помню. Нет, не помню. Ну вот мы посмотрели дискографию и фильмографию Валентины Толкуновой. У нас есть несколько секунд, чтобы передохнуть, послушать анонсы, и потом мы движемся дальше. «Русская служба новостей». «Москва» 107.0 FM 22 часа и 23 минуты, и у нас на телефонной линии композитор Александр Георгиевич Флерковский. Народный артист России. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Георгиевич. Добрый вечер. Мы с вами связались, мы сегодня вспоминаем Валентину Толкунову. Вам посчастливилось с ней работать. Она исполняла одну из самых ваших прекрасных песен «Радуга». Расскажите, пожалуйста, как вы с ней познакомились, и как в репертуаре появилось это ваше произведение у нее? Как-то более 30 лет тому назад был очередной конкурс. На этом конкурсе принимала участие молодая певица, которая меня очаровала сразу чистотой звучания своего голоса, искренностью про чтение музыкальной ткани и абсолютным, как бы сказать, точнее, абсолютным смыслом понимания того, что она делает. И меня очень тогда удивила эта молодая особа. И так познакомились. В общем, за все время, что мы знакомы, я никогда не знал ее по имени и отчеству. Скажу честно, что даже не знаю до сих пор ее отчества. Я всегда звал ее Валечка. Несмотря на то, что она ко мне обращалась, как Александр Георгиевич. Валечка для меня всегда была Валечкой. Понимаете, Валечка с высокой точки зрения. Настоящий музыкант, глубоко мыслящий, абсолютно чистый, интонирующий, имеющий небольшой голос, но удивительно своеобразный, который до сих пор все люди узнают. Вы как-то поддерживали с ней отношения на протяжении такого вот ее периода в 70-е годы, когда ее звезда восходила на нашей эстраде? Вы знаете, я скажу вам откровенно, я никогда не стремился к тому, чтобы давать свои песни кому-нибудь. И поэтому всегда как-то очень настороженно смотрел. и меня больше привлекало, когда меня просили дать песню, а не я предлагал. Понимаете? И вот, Валечка, она отличалась тем, что она пела многих композиторов, многих композиторов произведения. И я всегда очень радовался за успехи в ее исполнении произведений моих коллег. Я не стремился к тому, чтобы постоянно с ней действовать и работать, но всегда, когда мы встречались, я всегда с удовольствием слушал ее исполнение. Александр Георгиевич, расскажите, пожалуйста, в те годы как получалось так, что одну песню, например, вот вашу, да, вот эту «Радуга» исполняла и Эдита Пьеха, и Валентина Толкунова. Как вот можно было так? Сейчас такое редко практикуют. Вот вы знаете, я поэтому вам рассказал, что я всегда не предлагал сам. А когда меня просили, я давал ноты. И вы правы, есть записи Пьехи и вот Валечкина. Понимаете, проводить между ними параллель я не забираюсь. Нет, нет, конечно. Это совершенно разные интонации человеческих отношений к музыке. Но когда поет Валя, Валечка, до сих пор все ее голос узнают. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо, Александр Георгиевич, за ваше творчество, за ваши прекрасные песни. Здоровья вам и успехов. Спасибо. Спасибо. Главное здоровье. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну что, у нас остается три минуты. Мы послушаем какую-то песню. Я имею ввиду три минуты до новостей. Да? Давайте. Но все начиналось, естественно, с Москонцерта, которому я прослужила достаточно, достаточно долго. Но однажды композитор Александр Флерковский, с которым я тоже много работала и пела, ездила в Анапу, в Геленджик, в Новороссийск, мы часто-часто выступали вместе, и ему предложили написать музыку, кинофильму «Здравствуйте, доктор». И там была песня на стихи Михаила Танича «Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем». И эту песню он предложил мне спеть в фильме. Так появилась очень тогда ставшая известной и популярной песней именно из этого кинофильма. Она называлась «Радуга». А ты любви моей не понял, и напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла. Позови, не откликнется, привыкай, не привыкнется. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. А я была совсем другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно высока. Не дотянешься, побежишь и обманешься. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Но дни мои не от тобой, друг на друга не похожи, Что есть и радуга над полем. И любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Русская служба новостей. Русновости.ру Кашпур Плюс. Кашпур Плюс. Кашпур Плюс. Кашпур Плюс. Кашпур Плюс. Кашпур Плюс. Марина, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы второй раз к нам пришли. И я решил, что мы еще продолжим этот сериал. А сейчас мы поговорим, наверное, о Валентине Толкуновой. И у вас какой-то заготовлен кусок интервью. Да, сейчас об образе певицы на эстраде. Ведь, наверное, это очень важно. Каким был ее образ, как он родился, расскажет как раз сейчас и сама Валентина Васильевна. Давайте мы послушаем. Очень запоминающийся образ на эстраде. Есть свой стиль. Вот эта жемчужная нить. Такие женственные очень платья. Это вы все сами придумали или кто-то? Этот образ родился как-то, знаете, ночью, поздно вечером в доме у меня. Я сама не знала, как выйти, в каком платье в 1972 году, как выйти на сцену. Сшито было платье умелыми, добрыми, красивыми руками, мастерицей, которую звали Надежда. И она мне сшила черное платье с жемчугом, с большим вырезом и с большим разрезом. Я вышла в этом платье на сцену колонного зала. Я была худенькой, тоненькой, в черном. И волосы длинные, коса огромная. Резать ее мне совершенно не хотелось. Я никогда не резала волосы и не знаю, что такое ходить с короткой прической. И эти волосы надо было просто убрать. Думаю, ну как, в пучок. Нет, нехорошо к этому платью. Распустить нет, не надо. Их слишком много. Это будет не очень аккуратно. И я просто их заплела в косу. Я думаю, ну надо же чем-то украсить. Взяла нитку жемчуга и повертелась, покрутилась перед зеркалом. Девчушка лет пяти, катушка и вертушка. Покрутилась и вплела в косу жемчуг. И мне очень понравилось самой. Потому что вот это сочетание черного цвета с жемчугом платья и шикарные волосы с жемчужным обрамлением, они как-то, знаете, срослись. И мне показалось, что это будет и вкусово, и правильно, и гармонично, и соответствует моему образу. И менять ничего не надо. И главное, в парикмахерских сидеть не надо. И главное, что ничего не надо себе придумывать. Там какие-то бигуди, какие-то химию, какие-то завивки. Вот как есть, так и есть. Я вообще за природное отношение к жизни. И я считаю, что человек не должен изменять состояние природы, в котором он рожден. Потому что все остальное искусственно, наносное. И не имеет никакого, в общем, отношения к человеку как к личности, к сущности. И чем больше ты будешь естества нести в жизнь и людям, и себе, тем это будет лучше для человека, для общения. Потому что ты не будешь стараться искусственно говорить, искусственно мыслить, что-то одевать особенное на себя. В общем, не придумывать ничего. Как есть, так и есть. Я пошла на сцену с этим жемчугом. Он прирос, он стал моим вторым. Я, он стал каким-то символом России, потому что жемчуг носили Ярославны. Потому что с жемчугом выходили боярышни, дворянки. Потому что жемчуг – это царский камень. И жемчуг – это цвет белизны, чистоты, цвет достоинства, цвет строгости, цвет установленного порядка. И вот эта ровность, этот порядок мне очень был нужен. И, наверное, он мне сейчас помогает тоже. Поэтому я с жемчугом не расстаюсь до сих пор. Давно ли песни ты мне пела, Над колыбелью наклонясь. Но время птицы пролетело, И в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори. До звёздной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную дарь. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори. До звёздной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти Навек оставлю в сердце я. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори. До звёздной полночи, до самой, мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори. В Москве 22 часа 43 минуты. И у нас на телефонной линии должен быть музыкант Георгий Рубенович Мамиконов. Заслуженный артист России, художественный руководитель ретро-театра доктор Ватсон. Георгий, вы с нами? Да, да. Георгий Рубенович, мы сегодня вспоминаем Валентину Васильевну Толкунову. Пересекались ли ваши творческие пути? Ну, я могу сказать, что её первые шаги на профессиональной сцене был как раз тот самый коллектив, который создал в конце 65-го года композитор Юрий Саульский. Я был в первом составе, в общем-то, и где-то через год мы стали набирать вокальную группу, дополнительные, так сказать, голоса. Стажёрскую группу делали. Вот Валя вошла в эту группу, и после того, как наша певица покинула коллектив где-то осенью 66-го года, она была принята в наш коллектив. Наша вокальная группа. Вокальная группа была достаточно большая. Это четыре мужских голоса, четыре женских. То есть полный вокальный актет классический. Вот. Она училась в то время в Институте культуры на Левобережной, так как она могла быть у нас по её уровню. Более-менее подходила тогда. Но пришлось ей немножко подучиться, потому что мы уже ушли далеко вперёд в познаниях джаза. И она с успехом осваивала науку джазового пения, джазово-вокального пения. Так случилось, что как раз они поженились с Юрием Сергеевичем. И вот так началась её творческая карьера в нашем коллективе. В вашей памяти какой она осталась? Какие-то человеческие её качества вы вспоминаете в первую очередь? Пришла скромная, наивная девочка такая, ничего практически не видавшая в этой жизни. Она была студенткой. Одной из многих тысяч, может быть, которые тогда мы и такими же были. Мы её, конечно, подтягивали. Она очень старалась. Всегда говорила, мне так нравится здесь петь. Я мечтала петь в таком коллективе. И, в общем-то, ей было, конечно, тяжело поначалу, но она осваивалась. Она была очень общительная, весёлая, смеялась очень заразительно. Даже сверхзаразительно, я бы сказал. У неё была такая открытая, наивная душа. И с ней было легко. Легко в общении. И она, в общем-то... Я помню, когда от нас ушла певица, не из вокальной группы, а Наташа Маркович. И Валя стала петь её песню на сцене. Это первая была её сольная песенка. Это была такая ярмарка, я не помню. «Масленица», «Масленица». Вот «Масленица» песня была такая весёлая. Помню, как мы все за неё волновались. Говорю, Валя, ты давай не горюй, мы с тобой, мы тебя за спиной, мы тебя поддержим. Георгий Рубенович, благодарим вас за такие слова. Это был заслуженный артист России, художественный руководитель ретро-театра, доктор Ватсон. Георгий Рубенович Манюков. Георгий Рубенович. Да, просто Георгий Рубенович. Спасибо. А сейчас мы продолжим слушать фрагмент из интервью с Валентиной Васильевной. Почему, скажите, вот такой пристальный взгляд мы бросаем именно на 70-е годы? А потому что 70-е годы – это начало песенного моего творчества, выхода на сцену с песней. До этого я пела джазовую музыку пять лет у Саульского, Биу-66, и пела инструментальную музыку, и пела джазовую обработки с биг-бендом. И все это было как бы обучением в другом ключе, в другом плане, потому что я была дирижером-хоровиком, и мне было интересно освоить новый жанр со слезами, потому что я джаза совершенно не знала и впервые вступила на вот эту стезю джазового пения не сольного, а именно инструментального, что я считаю значительно сложнее, чем любая сольная песня джазовая. Мы пели с трубами, с саксофонами, с биг-бендом, я пела очень высокую партию первого сопрано. Много, конечно, сил мне потребовалось для того, чтобы освоить, что такое джаз, прийти к нему, полюбить его на всю жизнь и ходить до сих пор на джазовые концерты. Но все-таки Юрий Сергеевич видел во мне певицу, такого душевного склада, русского склада, и я пела в концерте две песни как солистка. Это я очень хорошо помню. Это была песня «Русская масленица», которую написал Семен Каминский и слова, и музыку. А вторая песня Александра Пахмутовой на стихе Льва Ивановича Ашанина «Зачем меня окликнул ты в толпе бесчисленной людской? Зачем цвели обман цветы? Зачем закат горел такой?» Вот такая была песня. Я ее пела с вокальной группой. Очень интересная была обработка. И вот эти вот две песни года три, наверное, я пела в концерте. А когда я училась в институте, то, естественно, собирались студенческие бригады, и я, конечно же, там была ведущей солисткой и пела все популярные песни того времени. И «Черный кот», и «В лес по ягоды», и прочее, прочее. Я даже не знала, что потом, впоследствии, я стану женой композитора Юрия Саульского, который написал «Черного кота». Вообще все в жизни взаимосвязано так удивительно и каким-то самым непредсказуемым образом. Такое ощущение, что все связи делаются на небесах, а не здесь, на земле. И каждому протягивается своя рука помощи, ангелам-хранителям нашим. И вот в 1970 году я поселилась в дом, в котором жила на одной площадке с Ильей Катаевым. Я в прошлой передаче рассказывала об этом. Был тогда фильм «День за днем», первый телевизионный многосерийный фильм, в котором мне пришлось озвучивать все серии музыки Ильи Катаева на стихи Михаила Анчарова. И вот тогда Катаев мне сказал, а я уже ушла из жазовой музыки в 1971 году, и он говорит, Валя, ты прекрасно поешь песни, из тебя будет потрясающая певица. Давай вот мы сейчас озвучим этот «День за днем», ты посмотришь, как ты владеешь песней, словом. Поможем разобраться, поможем написать. Я была счастлива, невероятно, что тогда я записала несколько песен в этот фильм, и потом с этими песнями уже пошла в другую жизнь, в свою песенную, настоящую, в которой живу до сих пор. Поэтому все началось у меня практически с «День за днем», с Ильей Катаевой, которая меня познакомила с Львом Ивановичем Ашанином, и дальше пошла «Ах Наташа», колонный зал, первое исполнение той или иной песни, написание композиторов других песен для меня, и, как говорят, вот и со мной случилась эта история, и наутро проснулась знаменитой. Это было как раз вот в начале 70-х годов. Вот когда у меня уже было несколько песен очень известных, популярных, таких, как «Старые слова», таких, как «Любовь, как радуга над полем», таких, как «Наташа», «Серебряные свадьбы», «Стою на полустаночке», «Вдруг однажды в один из осенних дней ко мне приходит в дом человек, блондин, с синими глазами, очень спокойный, очень достойный, в коротеньком пальтишке». Почему я говорю о времени года? Потому что я запомнила, что это была осень, и что он был в маленьком пальтишке, очень ветхом, хрупкий и какой-то очень застенчивый, робкий, очень бледный. «Здравствуйте», — сказал он мне, — «извините, что я пришел к вам в дом». Я не пришел, а приехал из Ленинграда. Я живу в Ленинграде, я композитор Владимир Мигуля. И я написал для вас песню, и с этой песней приехал к вам. На стихи Виктора Гина, нашего ленинградского поэта. Когда он мне спел эту песню, я говорю, вот это моя песня. Я ее беру, не задумываясь. Это был Владимир Мигуля. И я исполнила эту песню в огоньке очередном, по-моему, на 8 марта. И эта песня зазвенела, засияла, полетела в души людей, стала популярна. Ее стали везде просить. Мешки писем приходили на радио с просьбой исполнить эту песню. Потом какая-то одна из певиц попыталась ее исполнить и перепеть. Пришли письма на радио, что больше не надо никого нам, кроме Толкуновой, пусть поет она одна эту песню. Это ее она ее сделала, она ее спела. Мы ее запомнили такой, какая она есть. И действительно до сих пор я пою песню «Поговори со мной, мама». И именно с этой песней Володя Мигуля пошел очень широким фронтом, ярким, самобытным, композиторским. Пошел и попал даже в члены союза композиторов, стал известнейшим музыкантом. И к нему посыпалось огромное количество просьб. То есть ваше исполнение принесло ему удачу? Принесло ему известность, да, известность. И Виктору Гину тоже. Виктор Гин сейчас живет в Израиле, в Иерусалиме. РСН. Русская служба новостей. РСН. Русская служба новостей. 22 часа и 56 минут. Через 4 минуты самые свежие новости. Но я хочу напомнить номер телефона 788-107-0. СМС номер плюс 7 925-101-107-0. И сайт русновости.ру. И в правом верхнем углу зеленая плашка. Задать вопрос в прямом эфире. Эти номера вам потребуются после 11 часов. Но я вывижу, уже пришло какое-то сообщение. Да, Алексей, к нам пришло сообщение. Я напомню, что у нас в гостях радиожурналист Марина Арвелли. Галина пишет. Светлая память Валентине Васильевне. Как жаль, что мы потеряли ее. Она пила душою, сердцем. Ее голос неповторим. Хочется плакать, пишет Галина. Ну что, у нас есть телефон. Телефонный звонок. Да, может быть, примем. Олег, вылезай из-под стола. Давай. Давайте. Алло, алло, алло. Алло. Здравствуйте. 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 Алексей, это Сергей. С вами добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Я из Пензенской области. Вы знаете город Кузнецк. И там 50 километров от Кузнецка есть такое белое озеро. И вот там был домик специально, когда Валентина Толкунова, она приезжала, отдыхала на этом озере. Вот я рад за вашу передачу. Спасибо за то, что вы вот так вот... Я бы хотел, конечно, попросить, но вы уже исполнили эту песню о «Мама, милая мама». Поэтому... Поговори со мной, мама. А? Поговори со мной, мама, да. Да, поговори со мной, мама, да. Ну, даже... Пусть даже... Спасибо вам. Даже я буду благодарен. Пусть любую песню вы, если исполните. Спасибо вам. Спасибо. Ну, что мы делаем за две минуты до новостей? У нас поместится еще кусочек интервью, да? Давайте послушаем голос Валентины Васильевны. Володя исполнилась всего лишь 50 лет, и его не стало. Я была последние дни у него в доме и навещала его. И, конечно, он меня очень благодарил тогда за то, что вот это случилось, и что как бы с легкой подачей, с легкой руки с песни «Поговори со мной, мама» началась его творческая жизнь, творческая карьера. Но эту песню я первый раз пела моей маме. Я села за рояль, спела моей маме, она заплакала и сказала «Валечка, с тысячей мам будут плакать под эту песню». И она как будто вот смотрела вперед, в будущее. Действительно, до сих пор я вижу платочки, которые мелькают у лица и вытирают слезы. В Финляндии, потому что я пела на финском языке песню «Поговори со мной, мама». В Америке, где я пела на английском языке, в Чехословакии тогда, песни, которые я пела на чешском языке. Везде эта песня находила себе слушателей. И в Японии даже. Я удивилась, что в Японии плакали над песней «Мои милые, если б не было войны», которая пела на японском языке. И она до них дошла. И «Поговори со мной, маму, тоже». Это, конечно, грандиозный такой монолог, обращение. И до сих пор любимая эта песня в народе. Я хочу напомнить номера телефонов. Студии 788-107-0. СМС номер плюс семь девять два пять сто один сто семь и ноль. Сайт русновости.ру